здравствуйте дорогие друзья в эфире программа главная охота я и ведущий валерий кузенков давайте сегодня поговорим о первичных охотничьих коллективов потому что вот я как охтовед считаю что первичный охот коллектив это ячейка охотничьего общества и всего охотничьего сообщества для этого пригласил студию председателя первичного коллектива номер 374 кедрова андрей олегович андрей привет андрей но мы давно дружим давай поговорим о вашем коллективе когда он был создан сколько человека какие мероприятия вы проводите и тебе как председателю коллектива рассказать это самое такое да бог велел вот и я надеюсь что люди которые бы смотреть нашу передачу все-таки поймут что есть еще на земле настоящие охотники настоящие коллективы не все потеряно то часто у нас средствах массовой информации такое идет настроение что все плохо все загублено я думаю пока будут коллективы будет российская охота не ну согласен полностью в принципе скажем так история короткая после демобилизации из вооруженных сил через некоторое время буквально я пришел в московскую службу спасения и когда увидел что там нету ничего связано с охотой решил организовать охот коллектив да я забыл сказать что это коллектив московской службы спасения это немаловажно практика была большая потому что в армии я такой кольчевный был образ жизни и меняя географию уже создал два коллектива ну подумал почему бы третий не создать первоначально у нас было 14 человек это было в 1998 году пошел по старой дорожке протопнута опять наш любимый центральный совет военного общества до военного общества учитывая то что основная масса у нас все-таки мужичков это бывшие офицеры были ну проблем не было то есть организовались начали потихонечку ездить на охоты ездить на отработки но потом было это было два-три года такой более-менее интенсивных поездок но потом все сошло на нет и я начал уже задумываться собственно говоря а как оживить эту всю работу да что было интересно и так далее так они что сами отвалили что ли или почему нет коллектив был небольшой потому что мы как бы со стороны народ не брали свои ребята не все шли потому что ну не все охотники не все охотники да и как-то такой ну скажем так грубо заманухи не было в такого относительно спокойствие прошло года 3-4 ну потом когда я понял что надо это дело все развивать и действительно ставить на студенческие скажем так старые добрые рельсы к веновские да к веновские буквально капустники квн и миниатюры и естественно выход нашелся начали с того что придумывали к различным выездам до всевозможные там грамоты дипломы собственные разработки там памятки охотника юмористической форме начали делать фотосессии свои как бы газеты да отчет поездки тем более были трофеи все это было прекрасно и потихонечку что называется народ начал подтягиваться то есть председатель начал это все делать народ начал подтягиваться то есть и потихоньку потихоньку мы пришли к тому что сейчас у нас больше 80 человек костяк составляет порядка 20 человек максимально что я собирал это где-то 25 27 человек ты считаешь нормально 80 мало ли это много можно еще расти не можно расти но активных штыков все равно будет 20 до 20-30 человек максимум но по большому счету и этого и достаточно это нормальный процент для меня потому что коллектив уже свыше так скажем 20 человек он трудно управляем тяжело да и все здесь и дисциплина и так далее немножко тяжеловато хотя учитывая то что по-прежнему костяк и большую долю это бывшие действующие офицеры силовых структур и подразделений до за спиной достаточно серьезные командировки и слава богу что вы жили ребята горячие то да горячие точки и очень горячие и поэтому с точки зрения дисциплины проблем нет никаких да понятно что офицеры есть офицеры господа настоящий да дальше мы решили мало того что есть какая-то аксессуарная часть до всех этих выездов то есть это вот эти всякие правильные бумажки потом перешли на медали значки но показалось этого мало ударились фотографию то есть у нас очень хорошие фотосессии как правило снимают профессиональными камерами она вот потом появилось чуть позже видео добавили сюда что неплохо бы и кубки да дарить нашим победителям внутренние чемпионаты мира по храпу ну в общем все что только возможно все сюда начали сливать в кучу конечно большое умиление среди ребят вызвала первая наша одна из давних разработок это благодарственные письма женам которые отпустили на охоту своих мужей очень интересная была практика как бы это десятилетие было по сути дела коллектива целый год мы его так потихонечку отмечали это поездка на лося в гагаринская охота хозяйства смоленской области там решили полностью поскольку это конец декабря новогоднюю охоту сделать да получилось все естественно и видео и фото и охота сама по себе и самое главное что это была наряженная елка все были в масках все были даже скажем так на номера все расставлялись в этих шапках деда морозов и снегурочек и даже на собак хватило это техника безопасности да по крайней мере да очень хорошо да да красный хорошо далеко видно очень сильно хорошо гармонировала с этими жилетами оранжевыми и гирей которые были в загонах ну естественно салют естественно европейская такая другая кухня которую мы совместили централизованно закупая продукты потому что все набили рука как ни странно это было и караоке это было огромное количество всевозможных мелких сувениров призов и так далее причем если раньше как бы мне приходилось все самому это вытягивает сейчас все работают так и даешь задание то есть подключились до подключились до пошел интерес потому что видит реакции отказывается выполнять такие задания да мне это не надо нет но уже как бы цель приказа конечно понимая не ну приказ приказом но скажем так если мы решили там свои форму как бы завести это добровольно да нашли там фирму все нормально сделали эти вот комбинезоны д6 десантно штурмовые из хорошей ткани репстоповской причем со своей вышивкой название коллектива с эмблемой да обязательно группа крови ну вот кто заходил тут и взял да поэтому как бы совсем уже уходить там приказы армейские конечно этого нет демократия полностью демократии только кончается там где начинается охота 10 10 порядок техника да все вот это все остальное как говорится пожалуйста кто во что гораст каждый приходит еще я могу это да давайте там буквально конкурс недетского рисунка игрушки даже на новогоднюю елку делали дети и жены тех охотников которые в общем-то приехали да и поэтому в гагаринском очень было мило и приятно смотреть на эту елку украшенную всевозможными детскими рисунками гирляндами и так далее знаешь как папу провожает на охоту ребенок там ночи не спит рисует здесь с мамой да самое интересное пошла обратная волна я начал сталкиваться с тем что года три назад это началось дети как говорится речь детей сами ребята передавали мне да что вот папа возьми меня действительно на охоту андрей давай посмотрим имеющиеся видеоматериалы п mains calm это динам............2 кузнецов какой лучше пусть промазал чем наваляем там целую кучу это потом нас не погладил что нам сделать покажи еще раз о о о о о о о Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok как он себя ведет, настолько он адекватен, насколько у него язык подвешен после двух-трех рюмочек, что называется, и так далее. Те, кто вживаются в атмосферу, есть уже атмосфера коллектива, есть свои отношения. Те, кто вживается и не боится пахать, потому что охота на самом деле – это пахота, это труд и достаточно серьезный. Особенно, когда-то сжат по времени, как поздняя осень, зимняя охота. Да еще приходится иногда, как мы ходим на лыжах в той же Ивановской области, снегу по поясу, загоны на лыжах, меняемся и так далее. Загон за загоном идет. Там 5-7 загонов успеваем сделать. Да, один короткий же надо все это быстро. Да, 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 это быстро надо. И вот смотришь, как действительно парень там пашет. Исключения были какие-то случаи из коллектива? Ну, кто-то напился, я не знаю, кто-то что-то. Или так вот старый костяк он делается? Нет, старый костяк… Система отсеивания такого. Ну, правила есть какие-то поведения? Нет, ну, правила есть. Не допускаются, скажем так, те поступки, я опускаю речи, да, речи могут быть другие, да, те поступки, которые так или иначе в тягость коллектива создают дополнительные проблемы, да. Если ты некрепо, как говорится, не знаешь свою меру в спиртном, да, из-за тебя потом ребята тебя везут в Москву или еще что-то, нет, это не допускается. Человек тут же отсеивается. Его просто не берут на охоту. А, и все, ему уже делать нечего в коллективе. Да, не, ради бога. Ну, вот. И также другие поступки связаны с тем, что, ну, скажем так, так же, как и в службе спасения, за такой вот пофигизм, цинизм и равнодушие человек даже близко не подойдет к охот коллективу нашему. Мы с тобой говорили про центральное общество, да, охотников. Вот вы коллектив. Общество состоит из масса таких коллективов. Мне бы хотелось услышать от тебя, как председателя, отношение общества к коллективу. Что бы тебе хотелось поменять вот именно в отношении руководства общества охотников к коллективу? Общество нормально тебе? Все это устраивает или есть какие-то вопросы к обществу? Не, ну, скажем так, поскольку я там давно и знаю все эти механизмы прохождения информации, да, обратной связи, то, что, скажем так, необходимо для обеспечения деятельности коллектива, да, какие-то там приказы доводятся, да, методички какие-то возможны, да, информация о возможных соревнованиях, да, изменения в охоте, графики охоты, вот то, что самое необходимое, это все есть. Общество это делает. Да, общество это делает, с одной стороны. С другой стороны, есть достаточно много тем, на которые, ну, сам тратишь, как правило, время, да. Я понимаю, есть понятие охотничьего минимума, то есть человек должен четко знать, да, все, что, да, правила охоты Москве и Московской области, да, охотничий минимум со всеми делами, он там и на сайте в Хантере есть, да, 48, по-моему, там, билетов по 10, по 6 или по 8 вопросов, достаточно большой объем, но вот это приходится контролировать и готовить человека, если он вступает в коллектив. И самое главное, не забывать повторять старым. Вот те охотники, ребята, которые уже ходят с ружьем, там, 10, 15, 25, да, его величество случаев, ну, тем более, господа офицеры все держали у нас оружие, не расставали с ним, боевое, да, поэтому все равно приходится напоминать. Вот, и не лишнее, и я хочу сказать, в общем-то, всей массе охотников, что внимательнее на инструктажах. У каждого охотных хозяйств, вот где бы мы ни охотились, даже без охотных хозяйств, имея путевку, просто приезжая в какую-то область, да, в обязательном порядке, и я сам провожу эти инструктажи. Нету егеря, сами работаем, да, все равно вот эти инструктажи. А ты скажи, ты же выдаешь билеты? Да. У тебя печать есть коллективная, да, то есть ты выписываешь билет, ты ставишь печать, ты принимаешь взнос, и потом ты в обществе отсчитываешься, то есть у тебя вот эта вот работа, да, у меня, я как бы автономен. Вот, есть какая-то система сдачи экзаменов вот этих, о чем ты говоришь сейчас? Ну... Или, в принципе, в процессе жизни такой идет уже обучение человеку? Я считаю, что, в принципе, вот первичная вся подготовка, да, молодого начинающего охотника может нормально проводиться в коллективе, да, потому что материалы все есть, обкатать его без, вот как я говорю, изумительный вариант, да, мы уже, сколько я молодежи принимал в охотник коллектив, мы обкатывали их без ружей, без охотник билета. Подружейная молодежь. Да, подружейная молодежь. Хорошее название. Да, подружейная. Вот. И самое главное, что это не короткий ликбез, это длительное общение на нескольких охотах. Так сколько он бывает по времени подружейным-то? Вы же определяете, может, он будет этим подружейным ходить целый год? Нет, обычно сразу видно по человеку, это буквально 2-3 охоты максимум. И все, и сразу все понятно. Да, и все понятно. Во-первых, как он с ружьем обращается. И, кроме всего прочего, есть вещи, которые передаются внутри коллектива от опытных охотников, это традиции. Да, вот это святое, конечно. Да, это традиции, это культура охоты, отношение к природе. Андрей, ну вообще на какие охоты вы часто любят коллектив выезжать? Или на все, как бы, или вот копытные только интересуют, или птицы, вот что? Есть какая-то закономерность в этом вопросе? Нет, закономерности нет, пожалуй, утиная. Утиная основная, да? Да, утиная основная и на копытных по возможности. То есть, как получается, так вы ездите? Да, да. У вас же поощряет общество, вот вы же сейчас награждены, там, за какую работу получилась награда в виде лицензии? Расскажи в двух словах. Кроме внутри коллективной деятельности, да, то, что, ну, как все, да, это четкая отчетность, четкий, там, сбор и сдача взносов, да, соблюдение всех их правил мер безопасности, нормальное поведение во время охот и так далее, нет замечаний по всем. То есть, в этом случае, конечно, ну, у нас все нормально, все-таки отработано все. Ну вот, а с другой стороны, да, за достаточно активную жизненную позицию, скажем так, потому что мы все время в Центральный Совет и в отдел охоты приносим то, что мы наработали, да. Это фотографии, фотосессия, да, как мы съездили, какие-то отчеты, да, свои предложения, как можно улучшить эту работу, чтобы это все было живо, красиво и так далее. Я помню, как на меня с удивлением смотрели по этим, действительно, семейным выездам, ведь никто этого не делал. Ну, вообще, как мне память не изменяет, конечно, нет такого, чтобы это было централизовано, понимаешь. Какие-то внутренние, кто-то с женой поехал, а чтоб централизованно собрать коллектив, повезти их, отдыхать. И вот за это вас поощрили, да, получается? Ну, вот по целому комплексу нас поощрили. Кстати, возвращаясь к старому вопросу, а что можно и как можно работать с детьми, да, я считаю, что вот наше старое пионерское или зарубежное бойскаутовское движение должно просто в охотколлективах вестись целенаправленно и планово. Так в том-то и дело, что не ведется, в общем, вся проблема. Я постоянно задаю вопросы, потому что раньше были школы юных охотников, сейчас есть какие-то школы юных рыболовов в том же военно-охотничьем обществе, ты знаешь, да? Школа Легион. В Росохот-Раболов Союзе есть какая-то детская школа, но она больше такого военизированного, что ли, направления. Они там к охоте-то, в принципе, не имеют никакого отношения. Да, живут в палатках, да, разжигают костер, но как охотников их не готовят. А вот именно пионерские, или ты правильно говоришь, бойскаутские вещи, они должны прививаться уже вот с детства. Как бы продолжение этой темы, у нас в Московской службе спасения есть свои, как бы, центр юного спасателя, да, или школа юного спасателя, где все это обучение идет. Так же, как для взрослых, только в усеченном варианте. Ну, тебя туда не привлекает, в эту школу хоть лекцию какую-нибудь почитать на охотничью? Ну, там есть свои инструкторы, в случае необходимости... Не, именно на охотничью тематику? Не, на охотничью нет. Нет, вот видишь. Ну, а замену, вот ты пока бессменный председатель будет, а если что-то, ты, в принципе, как-то что-то... Конечно. То есть, есть какие-то кандидаты, которые нам надоесты? Конечно, святое место пусто не бывает, наработано очень много, есть атмосфера коллектива, внутренние отношения, традиции уже сложившиеся, традиции не только коллективные, но то, что исторически есть в нашей русской охоте. Да никуда это все не денется, это будет существовать, я надеюсь. Да я думаю, да, лишь бы не погибло общественное движение, по одной простой причине, он сейчас хотят ввести государственный охотничий билет, это большая проблема. Якобы введение госбилетов сразу оттолкнет охотников от общества. Не уйдут, потому что... Я считаю, не надо бояться этих госбилетов, если коллектив работает. Зачем? Не надо вообще, по-моему, ничего бояться в этой жизни. У нас есть коллектив, есть, как бы, по сути дела, клуб по интересам, и все, что с этим связано. Поэтому, как общество охотников было, так и будет. Так оно и будет, и отношение к природе, потому что, как я говорю, поезд из Ромашкова вспомните. Андрей, я тебе хорошо сказал, не надо ничего бояться. Значит, время передачи заканчивается, вот, я задал этот последний вопрос по госбилетам, потому что это очень волнует общественные организации, общественные движения, они боятся, что охотники покинут. Давай подведем точку в разговоре, да, если будут общества работать со своими охотниками, охотники будут, так сказать, нормально, дружно жить и работать, и никакие государственные билеты, наоборот, это только улучшит. Правильно? Потому что будет выбор, в какое общество вступить. Андрей, жму твою мужественную руку. Спасибо, что посетил нашу передачу. Не за что всегда. А на этом я хочу закончить нашу передачу. Увидимся через неделю. Продолжение следует...